На постсоветском пространстве, похоже, самый настоящий большой кризис. Это утверждение стало уже общим местом на фоне того, что происходит на самых разных концах бывшего Советского Союза. Посмотрите только на события последних недель. Президент Кыргызстана Саранбай Женбеков был вынужден подать в отставку после многотысячных протестов против фальсификации результатов парламентских выборов в стране. Многотысячные протесты продолжаются и в Беларуси. Их участники обвиняют многолетнего авторитарного правителя этой страны Александра Лукашенко в фальсификации результатов президентских выборов. А на Кавказе опять война Азербайджана и Армении. Но в данном материале мы не будем подробно говорить об этой новой трагедии. Почему же призрак Советского Союза не отпускает людей, не дает им возможности мирно жить, а не участвовать в протестах и войнах? И ответ на этот вопрос очень прост. Катастрофа поджидает тех, кто не может изгнать советское привидение из собственного дома. Ведь выборы прошли за последнее время отнюдь не только в Кыргызстане и Беларуси. Вот были парламентские выборы в Литве. Это страна, которая на протяжении пяти десятилетий была оккупирована Советским Союзом, но провела очередное скучное голосование, в результате которого сменится власть. И это норма демократии. О результатах выборов теперь говорят политики и аналитики, а не улица. Или местные выборы в Украине. Правящая партия потерпела очевидное и предсказуемое поражение. Наблюдатели говорят даже о личной неудаче президента. Но это тема телевизионных шоу и комментариев в социальных сетях. А ведь было иначе. В 2004 году украинская власть, которая тогда была очень похожа на режим Лукашенко, попыталась фальсифицировать результаты выборов президента страны. Однако граждане вышли на улицы, защитили свой выбор, и с того времени украинцы уже в целом не живут так, как их соседи. Советское привидение окончательно было изгнано с украинской земли в 2014 году, хотя и вернулось в Крым и на Донбасс на танках. И да, на оккупированных территориях голосуют так, как в Кыргызстане или Беларуси. Фальсификация результатов голосования здесь норма. Как, впрочем, и в стране, которая оккупировала Крым и Донбасс – России. Россияне не смогли защитить свое право на честное голосование, поэтому Кремль, похоже, решил, что имеет право на войну не только с собственным народом, но и с соседними странами. И нет никаких сомнений, что россиянам придется выходить на улицы еще и еще. Как, впрочем, и гражданам Кыргызстана или Беларуси, если они не смогут добиться честных выборов. Потому что авторитаризм, который защищает свое право на власть с помощью фальсификаций и силы, не только жесток, но и бесплоден. И хотя бы на этом простом сравнении того, как проходят теперь выборы в Украине и в соседних с ней странах, не говоря уже о голосовании на оккупированных и аннексированных территориях, можно убедиться, что украинцы приобрели благодаря Майданам. Я хочу все-таки напомнить вам слова Льва Николаевича Толстого, который говорил, что все счастливые семьи и несчастливы одинаково. С этого начинается Анна Каренина. Да, совершенно верно. Несчастливы по-разному. И вот то, что мы наблюдаем на постсоветском пространстве, на самом деле, вы объединили все эти широкие формы кризиса в некий единый такой кулак, а на самом деле это действительно достаточно разнонаправленные события. Потому что я всегда утверждал, что невозможно обмануть историю и невозможно обмануть реальность. Вот, условно говоря, есть естественное стремление любого цивилизованного и даже не очень цивилизованного общества к демократии. Причем к демократии не как форме, а как сути. Вот не к управляемой демократии, выдуманной господином Сурковым, а к реальной демократии, где значение имеют голос каждого отдельного гражданина. И где есть реальное распределение полномочий между законодательной, исполнительной и судебной властью. Если никакой такой демократии не происходит, то таким образом ее начинают заменять два различных процесса. Либо построение управляемой демократии, которая рано или поздно приходит в тупик. Либо народные восстания в том или ином виде, целью которых является добиться реальной демократии. Вот мы смотрим на то, что происходит в Кыргызстане, где уже третий президент из имевшихся четырех уходит в ставку после народного восстания, а четвертый президент находится под следствием. Но ведь это же не случайно так происходит. Вот Владимир Владимирович Путин удивился тому, что вот как в Кыргызстане выборы, так сразу там революция. Так не надо фальсифицировать выборы. Первое восстание в Кыргызстане произошло тогда, когда его первый президент Аскар Акаев фактически был гарантом конкретного результата парламентских выборов, на которых баллотировались в том числе его собственные дети. Об этом сейчас все забыли. О том, как происходило это Акаевское правление, потому что оно, конечно, на фоне правления султана Назарбаева или Ислама Каримова выглядит, так сказать, абсолютно вегетарианство. Но тем не менее, как видим, кыргызское общество по разным причинам, мы сейчас можем их долго анализировать, я не уверен, что мы сейчас должны это делать, оно не согласилось с тем, что результаты его волеизъявления определяются независимо от его голосования. И оно до сих пор с этим не соглашается. Ведь это же, по сути, конфликт между кыргызским элитами и кыргызским обществом. Когда элиты считают, что они сами решат, кому быть депутатом, кому быть президентом, кому вершить дела. А народ с этим не соглашается. Понятно, что различные клановые интересы так или иначе тоже могут влиять на эти народные настроения. Но тем не менее, мы видим, что кыргызские восстания постоянно отбрасывают кыргызскую демократию от попыток ее сделать управляемой к попыткам ее сделать реальной. И будут так происходить до того момента, пока демократия в этой стране действительно не станет реальной. Беларусь! Вот ровно та же самая история. Режим Лукашенко вызывал просто щенячий восторг у всех, кто хочет оставаться у власти до бесконечности, и у тех граждан, которые уверены, что это лучшая модель правления. Потому что Лукашенко одним из первых постсоветских президентов превратил выборы в пустую формальность, некую разновидность плебисцита, где народ должен был просто приходить на избирательные урны, чтобы отдать свой голос за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, по сути. Ведь я вам напомню, что в Советском Союзе выборов не было. Они были в первый раз, когда мы с вами голосовали на выборах на съезды народных депутатов СССР. И тогда было первое чувство альтернативы. Я не знаю, я когда-то с вами делился, по-моему, воспоминанием о том, как я был изумлен, потому что я узнал, что в странах так называемой народной демократии, рассказывал мы эту историю, были альтернативные выборы. В Советском Союзе блок коммунистов и беспартийных без альтернативного одного человека выбирали. Вот фактически Лукашенко привел свою демократию белорусскую вот к такому состоянию. И оказалось, что это тоже долго не работает. Ну как долго работало, там 26 лет. Это акцептировалось большинством населения. По сути, это был союз аморального правителя с аморальным обществом. Но этот союз разорван. И это тоже очень важная вещь, потому что белорусский народ, который наконец-то вот как политическая общность возникает на наших глазах, его можно задавить, конечно, с помощью ОМОНа, с помощью силовых структур, может быть, нельзя, мы не знаем этого. Но он тем не менее демонстрирует свое желание существовать в совершенно другой форме. В форме сообщества людей, которое хочет, чтобы его право на выбор уважалось. Теперь посмотрим, если мы продолжим избирательный процесс, посмотрим на ситуацию с Украиной. Ведь в Украине же местные выборы, которые прошли. Это выборы в демократической стране. Да, можно говорить, что вы знаете, вот люди, они не понимают, за кого голосуют, почему они проголосовали в 2019 году, было пропагандистское давление олигархических каналов, а теперь Зеленский теряет популярность. Но это все то, что мы с вами сейчас будем обсуждать, это можно обсуждать. Слушайте, точно так же итальянскую политическую жизнь можно обсуждать. Понимаете? Почему люди голосуют за движение 5 звезд, а почему Берлускони контролировал несколько телевизионных каналов подряд, и поэтому, конечно, исказил представление дедового итальянца о политических процессах вообще и так далее. Понятно, что Италия не Швейцария, и Украина не Швейцария, но тем не менее... Я прошу прощения, что перебивает. Там есть в Италии разница между Италией и Украиной, в том, что в Украине, в отличие от Италии, есть постороннее, непосредственно, прямое влияние соседа Москвы. На итальянские выборы, честно говоря... Ну, а с этим я не спорю, я сейчас говорю не об этом. Да, окей, извините. Я говорю сейчас о том, что украинские выборы происходят таким образом, что голос гражданина уважается. Да, это да. А было иначе до 2004 года. В 2004 году тоже было точно так же решено, как в Минске или в Москве. Мы вам назначили президента-приемника, действующего президента, нового президента вашего будет звать Виктор Федорович Янукович. Радуйтесь, так сказать, православные. Православные не возрадовались. И с тех пор в Украине худо-бедно проходит демократический выбор. Люди смогли защитить свое право вот на эти выборы. Это может быть олигархическая демократия, информационно-несовершенная демократия, популистская демократия. Совершенно верно, Россия пользуется всеми ее недостатками для того, чтобы какое-то свое влияние транслировать на Украину. Но это совсем другая история, чем в Белоруссии, в Кыргызстане или в России. Понимаете? Потому что мы все акцептируем результаты этих выборов. Вот я как гражданин, я акцептирую, когда мои соотечественники избирают президента Владимира Зеленского. И я акцептирую, когда, допустим, мои соотечественники в Харькове избирают мэром Геннадия Кернеса. То же самое в Грузии. Вы же понимаете, что грузинской мечте не удастся сохранить власть, если за нее не проголосует большинство избирателей. А если она попытается это сделать, вот грузины выйдут на улицу точно так же, как жители Бишкека или других городов Кыргызстана. Точно так же в Молдове президент Игорь Гадон не будет президентом, если за него не проголосует большинство. А если он попытается им остаться, никакого российского влияния не хватит, чтобы остановить людей, которые выйдут на улицы Кишинева. И это означает очень простую вещь, что мы с вами находимся в одном и том же процессе. В процессе созидания классической демократии на пространстве, где эту демократию на протяжении 1917-1991 годов старались убить всеми возможными средствами всех возможных орудий, но не убили. Если мы с вами поговорим о том, что происходит сейчас между Арменией и Азербайджаном, то это тоже абсолютно конкретный урок того, что бывает, когда территориальный конфликт десятилетиями не имеет никакого договорного решения. Когда нет переговорного процесса, когда одна сторона может считать, что другая просто согласилась с результатами статус-кво, а та сторона, другая совершенно не собирается с этими результатами соглашаться. Вот очень часто сравнивают, допустим, процессы на постсоветском пространстве с процессами, которые происходят на Кипре. Говорят, вот посмотрите, Кипр же сколько десятилетий раскол, это ничего, не удается восстановить ее территориальную целостность. Ну, простите, относительно территориального единства Кипра десятилетиями проходят переговоры между сторонами. Более того, стороны даже дошли на определенном этапе до референдума о воссоединении острова, в ходе которого греческая сторона, которая должна была быть заинтересована в этом воссоединении, проголосовала против, а турецкая сторона, которая, по идее, должна была быть заинтересована в сохранении своей независимой государственности, проголосовала за это объединение. Потому что это было условно вступление в Евросоюз, они хотели получить от этого дивиденды, видимо. Поддержав план, что после того, как происходят подобные процессы, нет никакой возможности говорить о том, что стороны могут воевать, потому что этот процесс, так или иначе, он связан исключительно с их умением находить общие языки, договариваться. Я не считаю, что кипрский процесс может быть, так сказать, быстро приведен к результату. Но тем не менее, я что хочу сказать, что весь этот процесс, он как бы исключает военные действия между общинами. Потому что они все время находятся в состоянии диалога. Понятно, что это диалог разный характер имеет, что разные президенты появляются и в республике Кипр, и в самопроизглашенной турецкой республике Северного Кипра. Разные настроения. Но диалог, он идет. А по сути, ведь мы сразу скажем, что между Арменией и Азербайджаном эти годы была имитация диалога, реально говоря. Когда диалог дошел до какого-то конкретного результата в свое время, это привело к замене власти в Армении, проходу ее первого президента Ливона Тарпетросян. И вот теперь мы видим, это очень важный урок, что если такие вопросы не решаются за столом переговоров десятилетиями, они рано или поздно приводят к войне. Я должен сказать, что я совершенно уверен и в том, что если сейчас эту ситуацию удастся урегулировать, причем мы не знаем как, потому что вот в эти минуты мы слышали новости о том, что азербайджанские войска находятся в пяти километрах от Шуши. Это совсем другая история конфликта. Это уже не борьба за, по сути, безлюдные районы Азербайджана, которые контролировала Армения все эти годы, и Карабах, да. Это война в густонаселенном городе, может быть. И даже если представить, что вот на этом этапе война будет каким-то образом остановлена, но вопрос не будет решен, полностью не будет решен. Эта война возобновится рано или поздно. Опять-таки, если мы посмотрим на ситуацию с Косово, мы же видим, что руководители Сербии и Косово постоянно находятся в диалоге. И когда они этот диалог пытаются прервать, международное сообщество их силково заставляет продолжить этот диалог, буквально. А ведь Россия никогда не была заинтересована в том, чтобы Азербайджан и Армения продолжали диалоги, пришли к результату. Потому что ей было как раз очень важно, чтобы Баку и Илья Ивановны никогда ни о чем не договорились. И вот мы видим плоды этого, я бы сказал, выдающегося миротворчества. Значит, мы должны правду сказать, что пока постсоветское пространство будет беременно этими нерешенными территориальными проблемами, по которым нет никакого диалога, но есть рана территориальная целостность или беженцы, или попытка сохранить свой этнос на территории, которая с точки зрения международного права относится к другому государству и так далее. Это будет чревато войной, не только в Карабахе. Мы видим нерешенную ситуацию в Приднестровье. И вот возникнет дорожество. А как эта ситуация будет решаться, когда Россия ослабеет? Да, как? Да, вполне возможно, что тогда Молдовы и Приднестровья смогут легко договориться о восстановлении территориальной целостности Молдовы. Наверное. Потому что уже годами там нету, слава богу, войны и конфликтов. Это то же самое касается Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Потому что мы прекрасно понимаем, что Грузия никогда не смирилась с потерей территории, с которой, к тому же, было известно огромное количество проживавшего там грузинского населения. И то, что Грузия сегодня не действует, но она не действует именно потому, что не действовал Азербайджан в десятилетии. Она не действует просто потому, что она не убеждена в возможности победы. Но как только Грузия будет уверена в возможности победы, в том, скажем, что Россия не вмешается по тем или иным причинам, я вас уверяю, что там будет следующая война. То же самое касается Донбасса. Понятно, что Украина не будет военным путем решать проблему Донбасса и Крыма до того момента, пока Украина не будет уверена в победе. Но понятно, что когда в Украине убедятся, что Россия не собирается вмешиваться в этот конфликт, что российские регулярные войска не будут задействованы, допустим, на территории Донецкой и Луганской областей, понятно, что украинские вооруженные силы бойдут на территорию Донецкой и Луганской областей, и мировое сообщество просто, ну вот оно так заявит, как оно сегодня заявляет, когда идет Карабас, выражает глубокую озабоченность, нам будет требовать сохранить безопасность мирных жителей и так далее. Но все будут прекрасно знать, что Украина восстанавливает территориальную ценность, что ее вооруженные силы находятся на своей территории. Ну, это вот такая-таки... Это тоже важный урок. Если мы его будем игнорировать, то мы скажем, ну вот, все можно решить. Можно, если... Давайте заморозим конфликты, давайте жить в мире замороженных конфликтов. Это мир замороженных конфликтов, это мир будущей войны. Если нужно это объяснять сейчас, когда мы видим эту трагедию, даже трагедия, то, что мы видим сейчас между Азербайджаном и Арменией, самая настоящая трагедия. Так... Что тут говорить? Так... Это тоже вывод. Но вот это вот два параллельно развивающихся кризиса, если вы хотите. Первый кризис, это кризис демократии. И там, где ее вообще нет, там начинаются протесты, которые грозят перейти в кровопролитие. И второй кризис, это кризис замороженных конфликтов. Потому что они в любой момент могут разморозиться и привести к войне. И мы прекрасно понимаем, что Россия — это тоже государство, которое находится, я бы сказал, в зените кризиса демократии. Потому что Россия — плебисцитарная демократия. Владимир Владимирович Путин предлагает своим согражданам одобрить то, что приходит ему в голову. Они одобряют. Но в конце концов это закончится. В конце концов большое количество людей не захочет смириться с этим, я бы сказал, узаконенным насилием. И тогда в России будет то же самое, что в Беларуси, только с гораздо большими, я бы сказал, силовыми последствиями. Кровопролитие будет масштабнее. Вот и все. Редактор субтитров А.Семкин